Приветствую вас. Проблема ваша, проблема взаимоотношения с другими людьми, она связана с тем, что вы говорите «надо». То есть вот это «надо», постоянное обязанность, постоянное принуждение, отсутствие общения по желанию, отсутствие проявления своих желаний, своих потребностей, отсутствие проявления собственной активности и продвижения собственных интересов, но при этом понимание того, что общаться нужно и заставляет вас испытывать такие ощущения. Помимо этого, вы очень много копите в себе. Вот этот вот багаж раздражений, багаж обид, багаж негатива, который в соль это в вас копится, который у вас есть. То есть, вы говорите «вдерживайте свое раздражение на насчет своей нервной системы, раздражение сидит во дне». Вот, раздражение – это что? Это невозможность реализовать свою недовольствоверенность. То есть, раздражение – это, по сути, неоформленные желания. И неоформленные потому, что они подавлялись. И подавлялись они у вас с самого раннего детства. Скорее всего, опять же, вашими родителями. То есть, у вас родители были, скорее всего, строгие, скорее всего, вас подавляли и не позволяли вам появлять свои чувства, желания и удовлетворять потребности. И, соответственно, реализовать свой негатив, который вы от них получали, вы тоже не могли. И из-за этого вот вам и шло. То есть, если вы будете продолжать общаться с людьми, потому что надо, а не потому что хочу, то вы совсем там не будете в себе. В себе. Как раз. То есть, начинать нужно с самого начала, с самой причины. С детско-радительственных отношений, первое. Второе – это с проявлением своих желаний, своих потребностей, с реализацией их. С опредвенчивания, с выражения своего негатива, разражения, проговаривания всего этого. И все анализы и корректирования механизмов образования раздражения. То есть, почему вообще раздражение у вас в корпусе. То есть, обычное раздражение, помимо всего, это еще и эгоцентризм. А то есть, вот вы на свой счет воспринимаете какое-то поведение других людей. А раз нужно внимательно освоить все это поведение в руках людей, значит, вы занимаете в некоторой степени девушку позицию. Девушку позицию вы занимаете, потому что вами подведет вот это вот постоянное «надо». Постоянное «надо», «должен» и так далее. Должна сдерживать свое раздражение и так далее, и так далее, и так далее. А люди, когда вокруг вас взрослые, а вы ведете себя по-детски с ними. Хотя вы тоже взрослые. И из-за этого, естественно, у вас не получается с ними взаимодействовать. Вот так. То есть, первое, несколько родительских отношений нужно с психологом разбирать. Потом свои знания, ну, вместе с этим свои знания прорабатывать. И, как бы, оформлять их, реализовывать. Далее, учиться правильно обращаться с негативом, который всегда есть и будет. И, соответственно, правильно от него освобождаться. Вот то, что вы... Почему вас раздражают, когда люди говорят о негативном или жаловании? Потому что вы сами этого не делаете. Вы не позволяете этого себе. А в разном и пределах это ноль. Более, если не негатив у вас есть. Действительно. Вам нужно его вырвать. Вам нужно его проговаривать. Поэтому, открытый раз, да. Другие могут, а вы нет. Как же так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.